При рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, семьи имеют право на материнский капитал. Эта мера государственной поддержки оказывается с 1 января 2007 года и предоставляется только один раз. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством Российской Федерации. За незаконное использование этих средств предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии со статьей 159 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовным наказуемым является хищение денежных средств при получении пособий, компенсации, субсидий и иных социальных выплат путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, равным путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выклад. Наказание за такое преступление в зависимости от суммы похищенного предусмотренного до 10 лет лишения свободы. Федеральным законом номер 256 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, предусматривается 5 направлений, по которым можно распределиться средствами материнского капитала. Это улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, формирование накопительных пенсий для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячных выплатов в соответствии с Федеральным законом о ежемесячных выплатах семей, имеющих детей. В основном граждане идут на нарушение закона при использовании средств материнского капитала в целях улучшения жилищных условий. Необходимо помнить, что целью использования средств материнского капитала должно быть реальное приобретение либо строительство жилого помещения. При этом средства материнского капитала перечисляются на счет организации либо физическому лицу, продающим жилое помещение, либо организации, предоставившей по договору найма денежные средства на указанные цели. В таком случае получение гражданами и владельцами сертификата на материнский капитал непосредственно на руки денежных средств не предусмотрено. Либо семьей может самостоятельно осуществляться строительство, либо реконструкция индивидуального жилищного дома. Средства в таком случае перечисляются на банковский счет лица, получивший сертификат на материнский капитал. Итогом использования денежных средств должно стать оформление нового объекта в общую собственность родителей и детей. Продолжение следует...